В Беларуси после совещания у президента на 15% снизились цены на автомобили и джили. По поручению главы государства, комитет госконтроля изучил стоимость отечественного автомобиля и установил, на заводе приняли решение о повышении из-за курсовых колебаний. Сейчас ситуация на валютном рынке стабилизировалась. Минобразование планирует ввести единую и обязательную школьную форму. Не исключено, что правило начнет действовать с 2023-го, пока ведомство прорабатывает внедрение единых элементов одежды для конкретных учреждений. Сейчас требований к внешнему виду ученика официально деловой стиль. Строгих норм нет. Белшина выпустила первую 19-дюймовую шину для кроссоверов. До этого колеса подобного диаметра в Беларусь импортировали, что сказывалось на их высокой стоимости. Уже в осень отечественная новинка выйдет на рынок и по качеству ничем не будет уступать иностранным аналогам. В Бобруйске 10 июня пройдет День трезвости. Акция направлена на пропаганду здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма. Ограничение будет действовать в течение суток, но не распространится на розничную торговлю в объектах общественного питания в Розы. Поезд Победы посетит Бобруйск. Передвижной музей прибудет в нашу страну 10 июня и будет курсировать по Белжиде до 4 июля. В этом году маршрут существенно расширен. Состав сделает остановки в 17 городах. Посетителей ждет уникальное путешествие с полным погружением в события Великой Отечественной.